Утром 10 октября украинские города подверглись массированным ракетным атакам. Взрывы прозвучали не только в Киеве, Днепре и Запорожье, но и на западе страны – в Тернополе, Житомире и Львове. Власти Украины сообщили о погибших. В свой комментарий в связи с последними атаками вооруженных сил России по Украине Баку-ТВ дал российский военный эксперт Евгений Михайлов. После попытки подрыва Крымского моста 150 миллионов населения России ожидали, какой же будет ответ. И вот он последовал. И хочу отметить, что удары последовали именно по инфраструктуре, не по мирным гражданам, как кричит Зеленский. Дмитрий Анатольевич Медведев, что после атаки на Крымский мост для Украины наступит судный день. Вот нечто подор Российская Федерация сдерживала. Сдерживала мощные удары. То есть мы как бы перегли инфраструктуру Украины. Занимались именно поставленными задачами в рамках специальной военной операции, которую озвучивал президент России Владимир Путин. И не более того. Но все красные линии оказались переедены после нанесения террористической атаки по Крымскому мосту. Я думаю, что это то, что сегодня происходит, это последнее предупреждение Киеву. Если он не удосужится остановиться в своих призывах к НАТО фактически объявить войну России и с нанесением превентивных ударов с помощью ядерного оружия, он тоже об этом намекает, то я думаю, что Российская Федерация закончит поставленные задачи уже в ближайшее время.